И всем привет, ребят! С вами Мистер Ваньки, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И на обзоре сегодня у нас тот самый корпус, который в последнее время претелпел положительные изменения и, можно так сказать, бустанулся за счёт дополнительных воздействий и вмешательств по овердрайву этому замечательному корпусу. Сегодня мы поговорим о Мамонте, о том корпусе, который на данный период времени считается одним из самых неактуальным и непопулярным в игре, хоть и является довольно-таки лёгким в использовании и тем корпусом, который можно очень качественно и грамотно реализовать в матчмейкинге, но многие ребята его не используют, не играют на нём и считают, что он неактуален на данный период времени. Я же уже, наверное, где-то месяц назад что-то подобное записывал на Мамонте, показывал, как можно его грамотно и качественно использовать, но сегодня посмотрим, что же с ним случилось, стал ли он лучше, нагибает он, не нагибает, стоит ли на нём в дальнейшем играть или же этот корпус, ну, как является таким средним и не особо интересным, таким он и будет дальше и на нём особо не стоит играть. Хотя я уверен в том, что его можно очень качественно реализовать и даже без начала игры уже понимаю, что всё будет с ним очень круто. Берём мы, конечно же, к Мамонту супер лучшую пушечку. На данный период времени, я думаю, что самые актуальные пушки это Изида с вампиризмом и Тесла. Можно было бы, конечно, взять Теслочку, может быть, даже там посередине боя мы её поменяем, Изиду на Теслу. Ну и что касаемо дрона, то здесь я продолжаю останавливаться на одном самым интересном и лучшем дроне для Мамонта – это Лавкач. По режимам сегодня по планам у меня сыграть Штурм за атаку и Рэгби. Два потенциально лучших режима для Мамонта. Штурм так вообще должен полноценно показать, на что способен мой замечательный корпус. Ну а в Рэгби также можно качественно доставлять. Поэтому пробуем грамотно реализовать. Ну а вам, если нравятся игровые видеоролики, то обязательно не забывайте их поддерживать лайком, пока нас ещё пикает бой. Надеемся на какую-нибудь не особо большую карту. Если пикнет что-то большое, будет не совсем приятно, наверное, на Мамонте мне нагазовывать. Но с овердрайвом должна быть очень хорошая скорость. Плюс теперь Мамонта овердрайв ещё и отключает купола. Ну и не реагирует никаким образом на поставленные мины. То есть все мины, как и раньше, игнорятся и на изи каточки проезжаются. Так, есть подбор у нас первого мячика. Сразу делаем быструю нагазовочку. Овердрайв, к слову, копится тоже довольно-таки быстро на этом замечательном корпусе. Ну и с такой вот неплохой довольно-таки скоростью мы доставляем первый мячик в нашем бою. К сожалению, я не смог никого уничтожить, но доставка есть. А это, по сути, наверное, то, что нам и нужно в этом плане. Кстати, насчёт пушки, да, я сказал, что Теслу можно также грамотно использовать. Многие, наверное, спросят, с каким устройством лучше использовать Теслу, если играть с Мамонтом. Я думаю, что одно из самых уникальных и лучших устройств для Мамонта на Тесле будет устройство с быстрыми шариками. Да, то есть если у вас донатное устройство, так это вообще жёсткая тема. Если у вас донатного нет, то вы просто быстрые шарики берёте и нагибаете. Так, уже вторую доставочку я оформил. Как вы видели, с овердрайвом неплохо так залетел, доставил. Никого, конечно, там не сдул, но главное, что мы уничтожаем, контролируем оппонентом. Я здесь бомбочки уже всовывают, хотят меня быстро уничтожить. Я думаю, что накидочку мячика на вперёд делаем. Но здесь доставки точно не будут. Скину на васпика, может он успеет доставить, не знаю, бомбу ставит. Да-да, походу поставит. Хорошая накидочка, неплохая. Залетело, 3-0. Лёгенький боёчек пока что, если честно. Мне даже особо и не нужно играть со своей пушкой. Просто на мамонте, на газовую по красоте. И всё очень хорошо у меня получается. Я доволен. Я доволен то, что у нас здесь идёт. Пробуем быстренько ещё один доставить. Если нужно будет, то прожмём, конечно же, овердрайв. Но если противника здесь не будет, то можно и без овердрайва спокойно доставить мячик. Оп. Четвёртый. Красивый есть. Лавкач идеальный дрон. Просто идеальный. И мне кажется, что даже вот в таких боях он себя показывает лучше, чем условно... Ну, давайте бомбочку мочпокнем. Вот так вот можно мамонтом теперь бомбы отключать. Это тоже очень хороший буст. Я делал, что здесь не сказал бы я, что максимальная реализация была моего овердрайва. Но дабы вам показать, что можно вот так вот спокойно бомбочки отключать, я думаю, что это того стоит. Так, мяч лежит. Никто не подбирает его. Оппонент проигрывает 4-0. И его всё устраивает. 4-0. Нормально. Хорошо, да. Летит. И всё хорошо. Ну, тогда мы везём. Тогда мы везём. Пятый раз нам дают возможность. Почему бы и нет? Почему бы и не доставить? Почему бы и не доставить? Есть доставочка лёгенькая. За полбоя уже 5 мячей на мамонте поставил. Шикарно. Раньше вот так вот можно было на хоппере очень неплохо фармить кристаллы в этом замечательном режиме. Ну, а сейчас вы, как видите, уже на хопперах практически никто не играет. Корпус уже не является той самой жёсткой имбой. Ну, и плюс он контрится теперь той же Теслой, тем же страйкером на дистанционном подрыве. Если противник более грамотно играет, то может вас очень легко уничтожать. О, нормально. Хорошую бомбочку тиммейт поставил. Молодец. За счёт его бомбочки доставочку. Оформляем шестого мячика. Я доставил из шести пять мячей. Очень хороший результат. Ну, и попробуем доставить ластецкий. Заодно посмотрим, сколько мне за бой насыпет. Киллов я особо много не дал. Поэтому мы сможем, наверное, даже резидочку сейчас на второй боёчек поменять. Поменяем, как я уже сказал, на Теслочку. Из Теслочка я думаю, что мы уже отправимся в штурм за атаку. Да, здесь в проекте уже всё понятно. Всё довольно-таки просто. Без особых проблем. Получается бомба. Спасибо за бомбу, как говорится, папаша. Ну, и доставочку мы оформляем. Пять минут боя. Пять минут боя. Две с половиной тысячи кристаллов. То есть, это если бы были повышенные фонды, то я бы с такого боя бы за пять минут получил бы пять тысяч кристаллов. Что является очень-очень хорошим показателем. Поэтому пикаем. Сейчас переодеваемся для начала. Переодеваем пушечку. И отправляемся в штурм за атаку. Где моя Тесла? Тесла. Шарики быстрые. Ускоряющий протокол, если что, называется устройство. У меня на мамонт, кстати, устройство иммунитетик от пробития. Здесь можно вообще использовать что тяжёлый мамонт, что ещё какой-то. Ну, в зависимости от того, что, конечно, против играет. Если против нет никаких бесячих устройств по типу там гаусса на отключение или каких-то пробитий, то можно даже тяжёлый мамонт брать. И просто так красивенько так хопа и влетаете просто по-чёткому. Поэтому здесь уже у вас есть дополнительное право выбора. Если вдруг сейчас она запикивает штурм за деф, то я, конечно же, его перепикиваю, поставлю на паузу видеоролик. И мы продолжим, как только запикают за атаку. Наконец-таки, друзья, меня запикивает на каточку в штурме за атаку. Это Александровск. Замечательный бой, в котором можно попытаться дать хорошее количество киллов. При том, что мы играем на очень хорошие и замечательные пушечки, от которой можно вот так вот сыграть. И единственное, что мне нужно будет, это дождаться замечательного моего овердрайва. Я только запикался, по сути ещё ничего не сделал, уже 50% овера у меня есть. Вот вам и преимущество замечательного корпуса, который называется мамонт. Играем быстренько на подборе. Ну и пока что мы ещё выигрываем эту каточку. Можно стараться доставлять. Противников как раз-таки есть титан, это очень хорошо, что против есть титанчики. Мы можем их очень неплохо понапрягать. Я вот только вот в купол не въехал, надо было в купол сначала въехать. Я хотел там сзади типа чпокнуть. Ну ладно, ничего страшного. У нас, по сути, после каждой доставки должен быть овердрайв. Если это так, то это очень круто. Можно будет за счёт этого сыграть. Здесь можно просто от шарика дать урона. Доставочка. Есть овердрайв дроповый, но, к сожалению, я до него не дотягиваюсь. Поэтому по пушкам Тесла и Зида. Я думаю, что, наверное, на этом можно полноценно останавливаться и больше не придумывать себе какие-то другие вооружения, на которых лучше играть. Так, ну пока что мы тянем, это хорошо. Это хорошо. У меня есть овердрайв. Вот в такой тайминг мы можем как раз таки его прожать. Чтобы наверняка доставить. Быстрый влёт на моём толстячке. Сразу у нас двух танков ещё дополнительно. Очень хорошо. Плюс ещё от шара можно что-то накидать. Было бы. Так, ну и я так понимаю, что это будет быстрая досрочка. Поэтому я думаю, что нам стоит ещё напикать как минимум на один бой. Как минимум на один боёчек. Ну, по овердрайву, наверное, всё копится примерно так же, как и копится на Васпике. Может даже... А, не, на Васпике там пофиксили овердрайв. На Васпике даже чуть подольше копится, чем на Мамонте. Соответственно, Мамонт вообще очень крут в своём использовании. Осталось два флага доставить. И будет у нас полноценная победочка. При том, что я запикался в бой, который уже, ну, практически половину шёл от того времени, что мы сейчас играем. Соответственно, это очень неплохой результат. Ай, не дотянулся. Блин, чуть-чуть бы шире бы дал бы. Сейчас бы этого Викинга-рикошетика мы бы уничтожили. Было бы вообще найс. Но доставка есть. И я, ну, считайте, вот так вот за 2-3 минутки свою котлеточку забрал с этого боя. Пикаем. Нам нужна атака. Исключительно атака. Поэтому, если вдруг будет защита, мы в очередной раз с вами притормозимся. И я буду сидеть, стараться напикивать. Не знаю, почему-то мне сегодня не везёт. Кидают очень много боёв за деф, как и сейчас. Устя полгода замечательного подпика. Мы залетаем на замечательную карту Чернобыль. В том же штурме за атаку. Ну и пробуем уже что-то красивое реализовать. Не знаю, с каких это пор стало так, что в матчмейкинге очень и очень часто бросает непосредственно за деф. Ну, ладно. Есть уже у нас бой. Стартуем. Стараемся. При том, что это самое начало боя, у нас есть отличная возможность набить большое количество киллов. Главное, чтобы сейчас у противника было хорошее сопротивление на точке. И тогда мы уже вместе с вами сможем качественно и грамотно реализовывать овердрайвы мамонта. Например, вот так. Раз. Два. Можно было бы ещё третьего зацепить. Но третьего я не успел зацепить. Против уже Титана Теслочки здесь какие-то начинают становиться. Ну, я думаю, что нам они ничего не сделают, потому что у нас тяжёлый корпус, у которого большого количества хп. Плюс ещё есть овердрайв, который моментально мне даст, ну, можно так сказать, дополнительную аптечку. А уже с этой дополнительной аптечкой, если я дотянусь до противника, то смогу его уничтожить. Мне вот интересно, кстати, шарики Теслочки уничтожает ли мамонт с овердрайвом. Мамонт не хочет овердрайвом? Не хочет? Здесь прожал, было бы неплохо. Я бы его тоже уничтожил. Так, ну мы уже ведём. За две минуты доставили шесть флагов полноценно. Очень хороший результат. Тиммейт пытается доставить через верх. Это, кстати, тоже неплохая тактика. Потому что там если грамотно прыгнуть, то это стопроцентная доставка. Но он делает это очень и очень долго. Может быть, ему стоит уже ускориться, а не так долго это всё делать. У меня сейчас кулдаун расходки будет, по ощущениям. Ставь, мэн. Ставь! Ну что ты встал, чел? Алё! Что он делает? Ставить он будет сегодня или что? Он прыгает, наконец-таки. И что он прыгает? Он падает в минус, да? Вот я потерял 30 секунд своей ДАшки. Просто из-за того, что у меня тиммейт гений игры. Он просто джиниус, мэн. Но я прожимаю овердрайв. И, к сожалению, не добиваюсь успеха. Потому что у меня уже ДАшка ушла на кулдаун. Была бы у меня броня, я бы скорее всего доставил бы этот меч. Вот так вот играет. Играть в матчмейкинг. Вот так вот, ребят. Вот, летишь, а тебе просто тиммейт говорит, добрый вечер. Добрый вечер, говорит тебе тиммейт, но мы доставочку оформляем. Это очень хорошо. Очень хорошо, что мы сейчас ставим. И сейчас будет возможность сразу еще подбора меча с другой стороны. Вернее, флага меча. Пробуем сразу еще один доставить. Можно шар пустить. Шара сыграть. Нет, шара здесь я не поиграю. У меня сразу блок работает. Так, ну и по устройству. Здесь тяжелый мамонт будет намного актуальней. Мне надо вылетать по противнику по красоте. Берем тяжелый. И вот сейчас посмотрим, что мы уже с тяжелым сможем сделать. С тяжелым я думаю, что я сейчас вылечу просто как торпеда. Как торпеда меня никто не заблочит. Давайте пробуем. У меня есть овердрайв. Бомбочка, да, 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 конечно, бомбочки. Конечно, молодые люди. Конечно, конечно. Что тут у вас, купол стоит, да, говорите? Еще есть овердрайв у вас дополнительный. Блин, у меня его отжимают. Ну, ничего страшного. Нормально, нормально, нормально. Пойдет. Даже так пойдет. Сразу проезжаем. И летим. Летим. Пробитие мне кто-то насунул. Аптечки нету. Главное мы ведем. Главное мы ведем. Три минуты у нас до конца. Есть все шансы на победу. Москвичка какая-то подбирает. Плаг. Быстро ее уничтожает. У меня 60% овердрайва. Сейчас бы овердрайва. Было бы неплохо. Было бы неплохо. Вражеская Тесла там через мои шары, конечно, играет. 80% есть. Когда у меня есть овердрайв, это практически 100% доставка. Овер копится очень быстро. Очень быстро копится, поэтому мне сейчас шанс доставить. Так, сотка есть. Можно даже, наверное, без овердрайва. Да, можно без овера. Блин, я испугался. Я честно испугался, что сейчас мамонт меня сможет чхукнуть. Ну, благо, здесь хотя бы дополнительная реализация залетела моего овердрайва за счет того, что Титанчик прожал куполишку. Если бы Титан бы купол не прожал бы. Ой-ой-ой, дрифта дал красивого. И улетел в минус. Ладно, глиц, жмем. Чтобы здесь долго не лежать. Хорошо, реализация залетела. 60% овер очень быстро копится. Прям очень быстро копится овердрайв на мамонте. У меня уже 65%. Сейчас можно будет доставить попытаться еще один флажочек. Так, противник меня будет? Здесь принимать не будет? Давайте попробуем его уничтожить. Так, его и так без меня уничтожают. Ну и влетаем, влетаем. По красоте влетаем. Красивенько даем! Ай, хорошо, доставка есть. Еще и у меня овердрайв есть. Минута есть, минута есть. 600 очков. Очень хороший результат. Очень хороший результат. Стараемся еще одну доставочку дать. Еще одну доставочку дать. Уражеские они. Это наш мамонт. Там овердрайвы жмет. Уничтожает всех противников. Так, а мы сейчас знаете, что сделаем? Мы вот сейчас вот такую тему сделаем. Вот такую вот прожатье красивое. Давай, давай, давай. На газовочку. Еще, 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 еще. Добавки, добавки. И еще этих двоих скушали. И отключили титана овердрайв. Вообще шикарная реализация. Просто залетели. Четверых уничтожил. Доставку дал. Вообще каеф. Просто супер. Бомбочка, бомбочка. Так, надо еще одну доставочку дать. 35 секунд до конца. Давайте пустим туда шарик. Может он сыграет. Кого-нибудь там уничтожит. Нет. 200 урона нанес всего лишь. Так, ну и пробуем доставить. Корпус у меня есть. Для этого... Ай, мамонт с овердрайвом. К сожалению. Мамонт с овердрайвом, к сожалению. Так, 60%. В 15 секунд. Нет, все, я больше ничего не успею сделать. Ничего не успею. Но очень хороший бой. Хороший бой. Хороший бой. Вот вам еще одна возможность реализации овердрайва мамонта. Ну и самого как бы корпуса. Вы видите, что он контрит любого васпика. Бомбочку. Да. Любого титанчика. И уже полноценно с этим овердрайвом можно очень неплохие циферки по кристаллам зарабатывать. Вот если бы сейчас двойные фанды были бы, я бы с этого боя получил бы 5400. Что является очень неплохим показателем. Как-то так, друзья. Пишите, что вы думаете по поводу мамонта. Я считаю, что вот этот вот дополнительный буст в виде отключения купола титана и бомбочки васпа будет решать довольно-таки большое количество эпизодов в вашу пользу. За счет четкого, качественного и грамотного овердрайва мамонта. Ну и плюс вы должны понимать, что как и раньше, вы теперь игнорируете мины. Они под овердрайвом вам не наносят никакого урона. Поэтому если, например, там будет стоять хоть 10, хоть 20, хоть 30 мин. И вы по ним проезжаете. Вы все их сразу же сливаете. Но и при этом не получаете никакого урона. Я считаю, что это очень достойный корпус для регби. Для штурма за атаку. И я не особо понимаю, почему его до сих пор особо никто и не использует. Я бы на месте игроков уже бы задумался о этой толстенькой машиночке. Поддерживайте видео ролик лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг этого не сделали. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.